приветствую вас друзья ну что сегодня вакцинировался модерны и думал люди порадуются у меня все-таки подписчики добрые либертарианцы ну конечно много ботов но налетели люди начали как выяснилось у меня тоже подписчиков огромное количество не мотивированных на вакцинацию наоборот воинствующих противников вакцинации более того эти люди почему-то путают либертарианские ценности и с согласием вакцинироваться типа существует теория заговора там фармацевты всего страна это заговор короче пытаются с вас получить деньги или вас зазомбировать или вас чипировать и вас ставят под контроль в общем полную чушь слушаешь эту а потом начинаешь думать а что ты знаешь о вакцинации когда возникла вакцинация почему возникла вакцинация и вакцинация возникла в 18 веке в 14 мая 1796 года дженер ученый которому не давали кстати денег на исследование сам привил сына фермера этот сын фермера дожил до старости в общем то его были воспоминания как это было открыто потому что это была вакцина от оспы вакцина от оспы он заметил что не умирают от оспы и не заражаются доярки которые доят коров почему потому что коровы заражались коровьей оспой а у доярок были порезы на руках и внимательность его заключала в том что он заметил что они не умирают и вот эти порезы их оказывается оно проникало в кровь и они не заболевали и тогда возникла идея а что если заранее пока человек здоров и его иммунитет не ослаблен ему прививать заразу и он не будет болеть тогда всю жизнь и вот я вспоминаю свое детство еще в детском саду и люди с тех времен помнят что нас детском саду в школе всех вакцинировали нам делали здесь такой надрез и заражали нас оспой и мы выздоравливали возможно у кого-то была температура я например не помню у меня следов не осталось но у многих этот след остался посмотрите у своих мам бабушек он там этот след есть это ранние вакцины а вообще первые люди в восемнадцатом веке которые вакцинировались а напомню что в восемнадцатом веке на земном шаре проживал всего один миллиард человек на сегодняшний день это уже семь с половиной миллиардов один миллиард человек и люди начали вакцинироваться вы думаете кто не вакцинировался массы массы выступали церковь выступала людей зомбировали вакцинироваться не надо и вот только самые культурные самые развитые вакцинировались как это выглядело выглядело это вообще жутко например жене президента тогдашнего америки адамсу буквально на подводе под дом подвезли оспенного больного зараженного и отпевая его и священник и доктор говорит ну потерпи еще поживи мы мол используем тебя и там лежал мальчик весь больной покрытыми оспами прямо с него брали эти оспины пока он умирал и заносили в кровь вот вначале жене этого адамса потом всем его детям и таким образом они выживали и больше не болели потом на территории российской империи та же самая история была никто не хотел прививаться но правда россияне еще и не хотели картошку сажать когда им завезли из америки вот сажайте будет достаточно питания потому что ну чтоб не голодали но они отказывались картошку есть потому что она растет из-под земли и не понимали как это вообще есть корни но вот тогда екатерина тоже на себе показывала челяди всему двору и всем людям крестьянам особенно надо было объяснить что эту противо оспинную прививку надо делать и что ей тоже привезли зараженного мальчика взяли прямо с него надрез ей сделали надрез и занесли императрица таким образом показывала что она образованная она переписывается с вольтером и что это правильно то есть самое образованное общество начало вакцинироваться тогда когда еще только один миллиард был на территории страны вообще эти испанки там бешенство чума холера против них всех в конце концов возникала вакцинация и поэтому мы ими практически не болеем и в общем-то должны благодарить врачей что эти болезни ушли в прошлое потому что нас вовремя от чего-то когда-то колят врачи мы как бы не обращаем на это внимание это все проходит безболезненно но вот сейчас вот этот ковид 19 и вот начинается вакцинация возникает огромное сопротивление хотя сейчас мир подошел с другой задачей как вакцинировать семь с половиной миллиарда человек и конечно среди семи с половиной миллиарда человек оказывается очень много людей которые заражены идиотизм а идиотизм не проявляется вот так вот просто потому что это тоже как пандемия она распространилась среди идиотов они превратились вы дети не ходят как зомби говорят вакцинироваться не надо ну не вакцинируйтесь это ваше право если вы не хотите перемещаться по миру если вы не хотите поддерживать но вам же показали дорогие мои слушатели и те кто смотрит мои youtube вам же показали и байден свои там 78 лет и министр великобритании и вообще весь истеблишмент давно уже вакцинироваться более того самые развитые страны такие как америка практически заканчивают вакцинацию уже к концу 2021 года законе закончил уже вакцинацию израиль и там почти никто не умирает европа закончен концу года вакцинацию поэтому европа открывается для всего мира украинцы надеются тоже закончить к середине 22 года но есть отсталые страны африк там будет вакцинация идти еще до 24 25 года отсталая россия будет вакцинироваться неизвестно когда они закончат потому что они своим спутником неизвестно когда они его сертифицируют и будет ли он вообще признан и придется заново запускать систему вакцинации короче я вам должен сказать во все века когда еще только возникла вакцинация первых ей вакцинировались в начале самые умные люди ученые первые потом императоры императрицы короли президенты вторые их супруги их челядь вся которая ближайший но если императрица вакцинировать то понятно что ее окружение тут же вакцинировать конечно же они как образованный люди побежали объяснять своим холопом вакцинироваться но смотрите мы живем в двадцать первом веке огромное количество людей пользующиеся смартфоном в ю тубе пишут мне полную чушь вы вакцинировались это не либертарианство выбрали рабство полная чушь я понимаю что такое свобода это осознанная необходимость мне нужна свобода мне нужно свобода от болезни я не хочу заболеть и я очень рад что вакцины существует мне надо свобода передвижения и я получу паспорт к виду и буду летать спокойно в европу сейчас в европе даже в рестораны начинают не пускать без кода потому что люди не хотят сидеть рядом с невакцинированными с людьми которые не понимают что надо вакцинироваться более того мой партнер соединенных штатах америки активный противник вакцинации и знаете что чудо его жена заболела ковидом и теперь я ему звоню говорю иди вакцинируйся потому что мы с тобой партнеры я опасаюсь за твою жизнь нет он пока еще не вакцинировался это привет олегу туда во флориду вакцинируйся потому что болезнь очень опасно особенно для людей уже в возрасте особенно людей с лишним весом ослабленных поэтому и вас я призываю хватит болтать ерунду идите и вакцинируйте абсолютно не больно я сегодня пришел укололи я даже не почувствовал укола это бесплатно это бесплатно никто на этом не наживается все бесплатно и самое главное что сейчас уже у нас есть и модерна и файзер чем хотите тем и количество не все хорошие там пять вакцин сертифицированы в европе пожалуйста колите а опасность того что вы не колитесь обычно бывает вот график у меня в руках пока не было вакцин детская смертность просто сумасшедшая и получается что вакцины действительно спасают людей может потому нас уже семь с половиной миллиардов на земле потому что к сотому году нас будет уже 15 миллиардов если мы не будем грамотно стойко упорно бороться за свою безопасность даже не бороться а поддерживать тех кто борется за это ученых которые нам это разрабатывают правительство которые нам это внедряют и дают возможность им воспользоваться бесплатно ну тогда во многих вселился идиотизм а вот это уже опасная болезнь потому что симптомы идиотизма не видны человеку он кажется совершенно нормальный он кажется выговаривать те же самые слова он даже доводы приводит вроде бы как здравого человека но если вы прислушаетесь если этот человек против вакцины говорит что америка разорится что доллар не будут им пользоваться в будущем и так далее вот эту всю чушь когда городе человек или не будет питания хватать в будущем короче это человека вселился идиотизм а идиотизм это признак бедности поэтому если не хотите быть бедным идиотом скрытым идиотом то становитесь цивилизованным человеком потому что рано или поздно все два миллиарда золотого миллиарда будут вакцинированы и не будут жить совершенно другой жизнью и не надо быть африканцами отсталыми племенами которых надо еще ловить чтобы вакцинировать но они и живут до 28 лет а если вы собрались жить до 100 лет если вы собрались выглядеть хорошо если вы не хотите болеть потому что болезнь по любому подрывает ваш организм то пожалуйста вы должны думать головой а не задним местом и не слушать теории заговоров которых нету нету просто теории заговора и на сегодняшний день q-код и возможность вакцинироваться бесплатно просто открывает нам мир и дают возможности поэтому пользуйтесь точно так как пользовались мы и даже не думали о том что это вредно вакцинируясь в той самой детском саду или школе но скажете вы а конечно люди которые все еще в этом пока в следующем поколении еще вы там заряжались помните там гордоновские эти какие банки от чумака или люди которые молились на кашпировского конечно они не верят в это они скорее поверят церковь они скорее поверят какую-то микстуру но так они поверят и в пирамидки гордонов поэтому на этом зарабатывают мошенники не хотите кормить мошенников но так вам дали бесплатно вакцину хватит дурить хватит выглядеть идиотами не пишите мне под постами здравого смысла и под этим тоже свои идиотские утверждения которые ничего не стоят вспомните весь цивилизованный мир как и 200 лет назад вакцинируется а весне цивилизованный мир но умирает раньше это их выбор может быть будут появляться другие еще болезни но мы должны быть совсем цивилизованным миром со всеми лучшими лабораториями мира со всеми самыми цивилизованными странами и конечно же истреблять это в себе эту заразу которая несет угрозу человечеству не забывайте нас семь с половиной миллиарда и вы ответственны не только за свою жизнь а и за жизнь других людей поэтому не надо возмущаться вакцинированию потому что подумайте о своей ответственности за жизни семи с половиной миллиардов жителей планеты и может быть тогда вы прозреете и поймете какая ответственность лежит на каждом из нам поэтому мы будем пользоваться благами мира которые нам предоставлены безболезненная вакцинация слава богу нас оспой не заражают так как это было в древности а все проходит гораздо лучше цивилизований красивей с кью-кодами со смартфонами с укольчиком который не колечки не болит и самое главное прививает вас от очень опасной болезни поверьте мне я болел ковидом и это неприятная болезнь три дня я чувствовал себя просто настолько отвратительно что почти уже умирал не хочу жить и вам желаю жить становиться либертарианцами жить свободной жизнь зарабатываю